Перед началом соревнований фойе Центра детского творчества «Гармония» больше напоминает кружок Макраме. Большинство будущих участников Зорницы вяжут узлы. Они готовятся к одному из конкурсов, в котором сегодня придется участвовать. Наконец, звучит команда к построению. У символичного туристического костра собираются участники. Победит сильнейший. Но, конечно, хочется пожелать победы всем, кто собрался. Я думаю, что вы очень готовились к этому мероприятию. И я уверена, что самое главное, что победим все мы. После напутственных слов и исполнения гимна России ребята отправляются на прохождение конкурсных заданий. Всего в игре участвуют 15 команд, которые представляют учебные заведения Ленинского района. В этом году соревнуются ученики 6, 7 и 8 классов. В каждой команде обязательно должна быть хотя бы одна девочка. Многие участники обладают необходимыми для победы навыками. Мы при школе занимаемся. Но некоторые из нас тут ходят в военно-патриотический клуб в острове, который находится в Вятиче. И там тоже идет эта подготовка. Одно из самых сложных и интересных заданий – завязывание узлов. Всего их нужно знать не менее 10. Участники команды по очереди подбегают к столу, где, как на экзамене, лежат несколько перевернутых карточек, среди которых и необходимо сделать выбор. Каждый должен завязать два узла. После прохождения дистанции судья не только оценивает работу команды, но и указывает на ошибки. Что не так возле? Ну, во-первых, это война восьмерка. А все остальное правило? Зарница уже стала одной из традиций Ленинского района. Она проводится с 2001 года. Надо отметить, что конкурсы постоянно меняются. Например, в прошлом году участникам на теоретическом состязании необходимо было проявить свои знания в топографии и определении азимута. А в этом ответить на вопросы, касающиеся истории и современности родного края. Каждый участник команды получает задания с вопросом, связанными с нашим Ленинским муниципальным районом. Там задания разного типа. Какая площадь у нас, какие наши соседи районы и так далее. Каждому дается не больше пяти минут. Часть соревнований проходит на улице. Здесь ребятам предложено продемонстрировать свои умения в обстановке, приближенной к реальной. Необходимо умение работать со страховкой и способность преодолевать препятствия. А вот в этом испытании нужно построить носилки и спасти от неминуемой гибели манекен по имени Гоша. Здесь каждый неправильный узел или неверное движение оборачивается штрафными очками. Уровень подготовки различный. Есть ребята, которые хорошо справляются с заданием. Видно, что они много тренировались. А есть новички, которые буквально первый-второй раз только пробуют это делать. Надо отметить, что среди организаторов и судей не только преподаватели учебных заведений, но и представители МЧС. А потому в ходе состязаний ребята получают квалифицированную помощь от старших наставников. Впрочем, нередко у участников случаются серьезные промахи, больше похожие на курьезные моменты. Опять дело вверху, 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 вверху. Аплататоры Зорницы ставят своей целью не определение победителя. Эта игра придумана совсем для другого. Дети начинают работать сообщая командой. Это очень здорово. У них вырабатывается взаимопомощь, они командой. И это важно. А потом навыки такие. То есть, ну, жизнь такая штука сложная. И я думаю, что навыки могут пригодиться. Конечно, чтобы они не пригодились, это лучше. Но если, не дай бог, что-то случится, дети будут знать, как себя вести в той или иной ситуации. Несмотря на то, что мероприятие называется игра, эмоции, страсти, азарт – самые настоящие, равно как и умения, которые получают ребята в ходе Зорницы. Максим Козлов, Николай Карбанов, Сергей Ларин. Видное ТВ.